Здравствуйте уважаемые друзья, вы находитесь на канале питомника хвойный дворик и с вами Евгений Филимонов. Вопрос такой, бывает ли голубая туя? Голубой туи не существует в природе, я вам так скажу. Ко мне приезжают люди и говорят мы купили голубую туи, у вас есть? Я говорю нет такой туи нет, вы понимаете что некоторые продавцы добросовестные, недобросовестные, они продают туи голубую от кипарисовик лавсена. Кипарисовик лавсена он похож на тую, в принципе я не встречал, все выдают кипарисовик лавсена за голубую туи. Вы можете видеть кипарисовик лавсена, голубоватого цвета, да красивое хорошее дерево, но морозоустойчивость ниже среднего, у меня один уже сгорел, мы их поэтому и не культивируем, шишечки у них вот такие вот, можно тоже собрать семена и тоже посеять, но мы его не культивируем, потому что он не морозоустой, у меня один сгорел, эти более-менее в тени, поэтому более-менее они себя адекватно чувствуют. Ну и то я не знаю, что с ними делать, потому что я так думаю, что когда они повыше будут, они просто опять сгорят, поэтому скорее всего я их обрежу и сделаю такой формы красивой, я не видел, если вы даже в интернете вобьете голубая туя, вам выйдет множество картинок с можжевельником, с туей всякой разнообразной, но только, только не такой голубой туи, которую предлагает. В основном он хорошо черенкуется, он хорошо размножается семенами, он хорошо прививается, но поверьте мне, это не туя, это кипарисовик, хотя и туя относится к семейству кипарисовых, но это кипарисовик лавсена, хотя я и видел, что такие кипарисовики растут и в Московской области, и до Урала они прекрасно себя чувствуют, но люди их укутывают, понимаете, но укутывать большое дерево он тем более очень большой, на морях много разнообразных растений в Турции, например, кто бывает, привозят шишки там, сеют ее, выращивают, а потом в конце концов получается, что это у нас не туя и неизвестно что, поэтому уважаемые друзья, туи голубой не бывает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok